Всем привет! Ну что же, сегодня у нас с вами разбор моих покупок нишевого парфюма. Я собрала вам тут 4 парфюма очень известных, возможно противоречивых. И честно говоря, я откладывала снятие этого видео очень долго, потому что здесь будут присутствовать... Я боюсь обидеть чувства верующих. Здесь будут присутствовать парфюмы, которые многими любимы чуть ли не до парфюмерного я. Для меня парфюмы, которые считаются иконокластами, парфюмы, которые задали историю для многой другой ниши и селективов, и вообще истории парфюма. Для меня вся эта история новая. И я говорю, что я понимаю, что на разную кожу может садиться по-разному в разных условиях, в разной влажности. Не только это, но еще и от того, что мы поели, как мы поспали, что у нас происходит в жизни. Все это налагает свою окраску на то, как мы воспринимаем парфюм. Так что я не могу больше откладывать. Я решила, что все-таки я должна поделиться своими впечатлениями. Но я так уже сразу скажу. Есть тут страстно любимый парфюм один. Есть парфюм, который я вообще просто не могу выносить. И вот только из уважения к сединам я его держу. И есть два парфюма для меня интересных, по-разному, хотя они из одного семейства. Но ладно, не буду больше интриговать. Давайте начнем. Давайте начнем мы с парфюмов, которые хоть и от двух разных брендов, но попали совершенно в одно для меня семейство. Это парфюмы такие кондитерские, булочные, печеньевые, какие-то там пралине, булочки молочные. Вот вы понимаете, да, вот это вот все. Вот это вот все какая-то выпечка и какие-то десерты. Первый из них, который я купила по горячим отзывам ни одного блогера, но особенно меня впечатлил рассказ двух блогеров этого парфюма. Это у нас Serge Lutane, Jeux de Peau и те блогеры, которых можно благодарить или обвинять в том, что они повлияли на мою покупку этого парфюма. Было много блогеров, которые замечательные, интересные вещи рассказывали. Было два обзора ароматов Serge Lutane, которые на меня как-то особенно повлияли. Это был обзор всей коллекции ароматов от Аленка Блог, привет тебе солнышко, и от Мари, будем ее звать Мари, как она себя называет, Мари. Тут я вот боюсь неправильно прочитать фамилию. Эписи, но я постараюсь ссылки оставить на обеих внизу, на их обзоры. Они так, с такой страстью, с таким знанием, с таким уровнем деликатных, каких-то тонких моментов и оттенков рассказывали про этот парфюм. Плюс тому обе клялись и божили, что в нем существует вот этот вот запах из детства. А для меня запах из детства, первый парфюм, который меня действительно унес в какие-то глубинные воспоминания юного возраста, это был коллеж Delicat. Извините, я не сильно в французском произношении. Но вот именно деликатный коллеж от Hermès, он от Hermès, он меня действительно вот просто потряс. Я его выпшикла весь и с тех пор не могла нигде найти, он сейчас строит какие-то астрономические деньги, понятное дело, он снят с производства. Так вот, когда зашли разговоры о том, что это аромат, который носит вас в детство, аромат, который пахнет теплым, мягким молоком и свежими булочками. А у меня был период, когда я летом как минимум месяц жила в деревне, не в деревне, ну как бы около, сильно за городом, скажем так. И мы ходили и покупали парное молоко с свежим хлебом, который прям с грузовика продавали. И вот это ощущение, я как представила, что я смогу его воссоздать, я думаю, все, любые деньги отдам, но куплю. Так вот, давайте посмотрим на его красавца. Что особенно, конечно, красиво и вкусно в ароматах Сержа Лютана, в том, что хоть тут бутылочка и, казалось бы, ничего особенного, она просто прямоугольная, но здесь очень грамотная и толщина стекла и обработка граней. И когда вы ее держите в руке, это совсем особенное ощущение. То есть, казалось, квадратики квадратиком рознь. Да, там, вот такие простые флаконы, они на самом деле по-разному ощущаются с точки зрения так называемой выделки. И вот эти флаконы, в них очень грамотный форм-фактор. Мне особенно нравится размеры в 50 мл. Я слышала как раз от Марии, она делала, по-моему, у нее называлось видео «Сержа Лютана метаморфозы». Она отслеживает все это дело и рассказывала, какие грядут изменения в доме Сержа Лютана под тем, под эгидой смены руководства, которое было инициировано компанией Shiseido. Это компания, которая купила этот бренд Сержа Лютана. Вот посмотрите ее видео, она там рассуждает о том, что останется, что уйдет, чего стоит ожидать. И вот одно из изменений, не хочу вам спойлеры, лучше посмотрите ее видео, но один из спойлеров это то, что флаконы 50 мл уйдут. Мне кажется, это совершенно гениальный форм-фактор. Вот 100 мл, мне кажется, вот не так ощущается в руке. Я думаю, это тоже выглядит красиво. Но вот форм-фактор флаконов 50 мл, он просто великолепен. Как вы видите, у меня уже, можно сказать, винтажное оформление. У них сменилось оформление этикетки, и сейчас будет меняться заново. Так что, если у вас давно было желание что-то вообще, в принципе, приобрести от Сержа Лютана, то присмотритесь. Наверняка сейчас много будет аутлетов парфюмерных продавать вот эти старые форм-факторные бутылочки. Возможно, даже с неплохой скидкой. Я так предполагаю. И если вы всегда хотели что-то себе приобрести, то вот я особенно советую бутылочки в 50 мл. Второй вариант. Нет, до парфюмера мы тоже дойдем. Но все-таки для меня, понимаете, это знакомство со всем этим домом. Поэтому я хочу уделить внимание всем аспектам данного продукта и вообще линейки. Второе. Мне очень понравилось, что они идут с... можно применять... наносить на себя парфюм как намазом, так и вам идет спрей с тоже соответствующей крышечкой. Конечно же, большинство из нас наносят аромат спреем, но как вы увидите дальше, для меня вот эта функция оказалась, можно сказать, спасительной в определенном случае. Что мне еще очень нравится, это очень стильно, что они используют тонкие, очень грамотно подобранные красители. Это не просто желтый цвет, я не знаю, видно вам или нет, но это цвет чайной розы, по сути. И каждый флакон, каждый аромат имеет свой краситель, он имеет свой какой-то вот... вот именно такой, знаете, вот акварельный, какой-то интересный, сложный, причем цвет. Это, мне кажется, делает эти ароматы... ну, их выводит действительно совершенно на другой уровень, несмотря, опять же, на то, на то, что достаточно минималистичная сама по себе бутылочка. В общем, я большой фанат оригинального оформления и все, что идет в маркетинг, да, и оформление этих ароматов, и даже цвет ароматов, мне кажется, это вот, ну, как минимум 15% люксовости, какой-то интересности этим ароматам точно придает. Так вот, теперь про аромат. Давайте я вам освежу в памяти, кто уже... или кто не знаком, или кто давно не пользовался, о чем у нас Jeux de Peau от Serge Luténe. Он сладкий, древесный, молочный, теплый, пряный, мягкий, пряный и пудровый. Это по общим направлениям. Что касается самых популярных, самых слышимых нот, по мнению пользователей фарагрантики, это у нас как раз вот пшено, пшеница, молоко, сандал, лакричник, кокос и уже где-то там в конце абрикос, бессмертник, специи, древесные ноты, асмантус и амбра. То есть, по крайней мере, по яркости заявления, это вот мнение огромного, там, тысячи людей голосовали за эти ноты. Многие, очень многие говорят о том, что это идеальный вот этот вот молочно-булочный аромат. А сейчас, те, кто любит этот аромат, заткните уши или, там, хватайте за сердце, я ни молока, ни булок свежевыпеченных в этом аромате не чувствую во-об-ще. Такая awkward silence, такая пауза, ангел пролетел, во-об-ще, вот во-об-ще. Я могу, конечно, себе напредставлять что-нибудь, я человек с воображением, но вот если по чесноку, во-об-ще. Я понимаю, что этот аромат, он... Давайте я маленько сделаю. Я, опять же, могу пользоваться только намазом, сейчас объясню, почему. Я могу пользоваться только намазом, потому что, когда я наношу его точечно, и в определенные места, и только так иногда он проявляет себя, я еще могу, мне еще не так тошно. Если я его, я один раз попробовала, походила его распрыгала, и с меня начало просто очень редко, резко тошнить. Что хорошо в этом аромате, что он действительно яркий, он многогранный, и он долго-долго с вами находится. По крайней мере, я его чувствую целый день, если не дольше. Что проявляется на мне? На мне проявляется жженая кость, какая-то горелая нота, да, вот чего-то вот как будто подгорело что-то. Мне кажется, если пролить молоко на плиту, и оно там будет подгорать, вот оно вот так где-то будет пахнуть. И до тошноты невыносимая сладкая карамель. Вот прям карамелью мне бьет в нос так, и она хоть убей, не улетучивается целый день. И она меня просто вот, меня выташнивает от нее, от этой карамели. Я ничего не могу, честно говоря, я как только не пыталась пшикать, намазом, сюда, на одежду. Вы знаете, на одежду еще не так плохо. Это действительно что-то, наверное, с химией моей кожи и в сочетании с этими ингредиентами. На одежду чуть-чуть меньше горелого, и чуть-чуть меньше вот этой вот... Такой вот хватающий вас через нос за самые кишки вот этой карамельности. Поэтому, возможно, я буду что-то делать, может быть, на волосы, может быть, на шарф, ну, что-то в этом роде. И опять же, только точечно какими-то местами, чтобы это было очень разведенное, очень акварельное что-то. Потому что аромат действительно... у него есть характер. То есть, если его даже три пшика сделать, вам вот так вот хватит. Но, к сожалению, вот эта горелость и вот эта вот какая-то въедливая карамель, они меня сводят абсолютно с ума. Я, к сожалению, ничего не могу поделать. Никак не вытаскиваются ни молочность, ни какие-то булочки. Вообще, представляете? Вот совсем. И когда я промучилась где-то неделю, пытаясь подружиться с этим ароматом, мне начало казаться, что я, ну, просто схожу с ума. Думаю, ну, не может такого быть. Ну, как так? Как так может быть, чтобы тысячи людей находили в этом молоко и булочки свежевыпеченные, свежевыпеченный такой вот именно белый хлеб какой-то ванильный. А у меня жжение и вот эта вот приторная карамель. Знаете, вот как вот искусственная карамель бывает в некоторых десертах или там в батончиках Марс. Вот такая прям сладкая, такая вот въедливая, такая вот, которая прям не оставляет. Она прям на зубы липнет. Вот так. Оставляю его из уважения к истории нишевых парфюмов и к сединам. Пусть он полежит. Я буду его периодически показывать всем заинтересованным лицам. Может быть, на ком-то он раскроется булками и молоком. Тогда я его либо передарю, либо, может, какие-то отливанты кому-то раздам. В общем, посмотрим, как пойдет. Конечно же, iconic, культовый аромат. Я ничего не говорю. В этом плане я не спорю. С историей я не спорю. Но для меня это было вот в самое сердце, если честно. Потому что я очень хотела найти вот воспроизведение свежих ванильных, ванильных булок, хлеба и молока. Идея меня просто sold, да. То есть идея меня покоряет. Но это не тот аромат, который на мне дает такой эффект. К сожалению. Второй аромат из той же самой оперы. Я как-то не загадываю. Это случайно получилось. Я просто наслушалась всех. И Спалиана, и Мари Эписи, и Аленка Блок, и Энни Купер, и Карина Цакоева, и, конечно же, Наташа Золотарева, Катя The Pencil Box, Кристина Пиноблок. И я боюсь, если я буду продолжать, я еще вам стоимен назову. Как-нибудь я сделаю, если вам интересно. Если интересно, ставьте пальчики вверх и оставляйте комментарии, чтобы я знала, что это надо снять. Я могу снять видео о любимых парфюмных блогах и оставить вам ссылки на самые, на мой взгляд, iconic, да, самые классные видео, с которых началась моя любовь к этим парфюмерным блогерам. Это займет некоторое время, но если вам это важно и вам это интересно, то я для вас это сниму. Короче, вы понимаете, да, когда начинается такая обсессия такого рода, ты смотришь всех, смотришь все, я начала какие-то заметки делать, я все это фрагра... Я завела себе фрагрантики, профиль. Напомните, если кому интересно, я вам ссылку дам на свой профиль. Конечно, маловато функций социальных фрагрантики, так, чтобы добавляться в друзья или следить за историей ароматов друг друга. Вот, кстати, идея для меня для стартапа. Надо мне парфюмерный стартап открывать, чтобы нормально уже все сделать, по-человечески, чтобы... Ну ладно, это я шучу. А может быть и нет. Кто знает. Читала по ночам после работы, до 4 утра иногда я все это учитывалась. Конечно же, все это попадались, это вот это вот как настоящий парфюмерный чайник. Начинались какие-то спонтанные покупки. Если, допустим, Наташа красиво рассказала, спалианно к этому добавила и что-то положила в фавориты, Кристина Пиноблок не обругала. Потому что у нее сейчас много, она так не в бровь, а в глаз может, Кристина-то. Она может убить не только мнение об аромате, она может и бренд загнать под плинтус. Так что, да, бренды, шлите Кристины больше пиара, иначе все это для вас плохо закончится. Обожаю, обожаю Кристину. Так вот, в общем, long story short, да? Я даже забыла, что я купила этот парфюм. Но когда он пришел, у меня уже был Жеу-де-По от Сержетан. И я думаю, о, так это же та же самая история, только вид сбоку. И это... Бо... 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 Би-о-а-эс. Боа... Фаринь... Слушайте, я так чувствую, если я буду дальше увлекаться парфюмом, мне придется брать уроки французского языка, а то это же стыдно просто. Я взяла тестер. На самом деле, тестеры, они как бы настоящие тестеры. Они идут без коробки, и они идут в самом большом размере, насколько я знаю. На том сайте, по-моему, это... Либо Fragrance.net, либо Fragrance.exe, ну что-то такое. Один из многочисленных штатовских дисконтов, что касается парфюма. Они иногда что делают? Они говорят, что мы это называем тестер, но это либо возврат распечатанный, либо это стояло где-то в каком-то магазине, либо это было распаковано, либо там пожухло, не знаю, что-то случилось с упаковкой. То есть они, как бы, тестеры имеют в виду не в классическом их понимании, а вообще какой-то был дефект с парфюмом, и, соответственно, вы его получаете по тестерской цене. Так вот, этот парфюм, то ли он где-то у них стоял, то ли что, у него пожухла этикетка, и она начала несколько отклеиваться. Если, наверное, сейчас мне целая плеяда людей будут говорить, что у меня подделка, вы знаете, подделки так глубоко интересно не пахнут и так долго не держатся. Как только я ощутила на себе этот парфюм и проверила его описание с фрагрантикой, я очень сомневаюсь, что это подделка. Я думаю, что это на тот вариант, что что-то там либо пролили на него что-то, что вот сама этикетка здесь немножко потеряла товарный вид. Тем не менее, как видите, он идет, он был распакован, то есть не было телофана, но он и соответствует описанию, и он очень-очень богатый и долгоиграющий. Поэтому у меня есть уверенность, что это просто какой-то был немножко у них то ли брак, то ли дэмэдж какой-то случился. Так вот, извиняюсь, я же отвлекаюсь сегодня. Для меня вот эти два товарища должны жить в соседних городах. Они разные парфюмы, но они вот из той же самой идеи про выпечку, про печенье, про вот все вот это вот кондитерское. Итак, пуафарин от Л'Артезан Парфюмер это древесный, пудровый, бальзамический, теплый, пряный, цветочный. Что говорят люди? Первое, что всем бросается в глаза, это пудра. Это вот такая вот косметическая классная пудра, которая сдобрена тонким ирисом. Правильно я говорю? Это ирис у нас тут нарисован? Да, ирисом с сандалом, бензоин, я не представляю, как это пахнет, древесные ноты, гуаяк, белый кедр, мускус и жасмин в самом конце. По крайней мере по отзывам. Что я вам скажу? Давайте я... Сначала мне сразу же мерещится, оно очень так ярко и броско, это реально запах какого-то определенного печенья. Вы знаете, есть такие печенья, я вот забываю имя, но, кстати, Мария очень хорошо описала, она помнит какое-то название печенья, если не забуду, ссылку на видео оставлю внизу. Мария, если вдруг ты смотришь, то оставь, пожалуйста, сама на себя ссылку, у тебя там замечательное, у нее замечательное описание. Вот какие-то вот, знаете, такие хрустящие, песочные печенья, у нее даже имя какое-то есть, и там немножко такая как миндаль, такая миндальная горечь немножко. И они, знаете, вы их когда кусаете, они прям рассыпаются у вас во рту. Вот эти вот миндальные песочные печенья, это прям первое, что просто бросается на вас. Я, лично я, небольшой фанат пахнуть едой, даже если это десерт. Я люблю фантазии на тему еды и специи, нежели пахнуть миндальным печеньем. Поэтому для меня такое открытие, если честно, не самое приятное. Оно не отвратительное, оно, к сожалению, нет, к счастью, оно, к счастью, меня так не отворачивает, как это сладкое ваниль с жженым то ли костью, то ли молоком. То есть здесь меня это не отворачивает, но у меня такое ощущение, что мне нужно как-то вот выйти из этой кондитерской хотя бы на какое-то время и отдышаться. Держится на мне вот это горькое миндальное, прям вот явное какое-то печенье, такое не фантазийное, а прям такое конкретное печенюшечко такая на мне разливается. Оно держится где-то минут 15, ну может быть 10. Хотя может быть меньше, сейчас уже лучше. А потом начинают вступать более деликатные пудровые и... Сандалы-то у нас? По-моему, это сандал. Да, сандаловые ноты. То есть вот когда уходит вот эта кондитерность и начинается более интересная, уже на мой взгляд, более фантазийная интерпретация, то есть минут через 10 я уже получаю то, что я хотела. Это фантазии на тему каких-то десертных кондитерских печеней, но они сделаны все-таки как духи. Вот это минут через 10, потому что там действительно... Вот этот сандал, чем для меня... Мне нравится сандал среди других деревяшек, что у него есть некая тонкость. Обычно деревяшки, они могут быть тяжелыми, они могут быть согревающими, но сандал, он при том, что он древесный, но он имеет некую такую тонкую составляющую. Иногда это даже ощущается как некая цветочность у сандала. И мне нравится такое сочетание, потому что после вот этого миндально-печеньевого боба вдруг появляется тонкость и изысканность. Именно потому что это сандал. И когда она округлена и обласкана пудрой, причем, знаете, не пудрой, от которой вам хочется чихать, а вот пудра там где-то между, пудра, она просто округляет вот это ощущение от аромата, нежели, ну на мой взгляд, на мой взгляд, пудрой не солирует. Может быть, она солирует в базе, очень возможно. Пудровые ноты имеют свойство придавать в сочетании с другими химическими элементами, они могут держаться очень долго. Но мне нравится, что по крайней мере вот в сердце это вот это вот мягкое, округленное пудрой дерево с легкой тонкостью сандала. Вот такой вот такой, какой-то тонкий поводок появляется какой-то, знаете, как вот что-то вот такое, вот какая-то линия из него тонкая выходит. И это мне безумно нравится. Именно поэтому я очень рада, что у меня появился этот парфюм. Также рада, что он у меня только в размере 50 миллилитров, потому что, если честно, вот эти вот миндальные печенья, если вы любите, если для вас миндаль это все, это мое, и вас, вам в принципе вполне устраивает вариант пахнуть миндальным печеньем, и вас никак не отталкивает, слушайте, Буафарин, это вот, наверное, лучшее кондитерское произведение парфюмерное, которое мне пока что вообще попадалось. Я очень-очень вам советую. Для меня же это как немножко минус. Мне хочется все-таки поскорее уйти от явности, от явной ассоциации к чему-то чуть менее очевидному. Это происходит, но мне приходится как-то дождаться этого момента, и потом я уже начинаю от него обалдеть. Буафарин, хороший, люблю, нет, не могу сказать, что люблю, но нравится. Нравится, если подождать 10 минут. Так, это вот два красавца, что касается печенья, кондитерских ароматов. Я, в общем, очень довольна, что я по вашим, девчонки, рекомендациям их попробовала, но я все равно какой-то преодолеваю внутренний, какой-то страх. Я понимаю, насколько это могут быть противоречивые темы, особенно, когда ты говоришь об ароматах типа Сержа Лютана, которые историю, да, shape the history, то есть, они вехи в истории парфюмерии, и сказать свое честное мнение кажется почти кочунством. Да, я очень, я честно, я очень долго откладывала это видео, но это то, как оно есть, ребят, ну, вот так, как оно есть. Может быть, оно поменяется, может быть, но говорю правду по своим чисто субъективным впечатлениям. Далее, два аромата, которые часто получают похожие общие отзывы. И один тоже от Сержа Лютана, второй тоже от La Artesane Parfumera. У меня вот как-то получилось, что эти две пары такие похожие и совсем не похожие, которые я хотела вам показать. И все четыре новинки. Эти два аромата часто описывают как тяжелую артиллерию. И они часто осенне-зимние, они для тех, кто понимает, для тех, кто в курсе, они для настоящих женщин. Тоже я это слышала достаточно часто. Некоторые говорят, что это на самом деле можно просто задохнуться и убиться. Это надо, если вы живете один, вам можно пользоваться, но если у вас на расстоянии 50 километров находится кто-либо еще, лучше воздержаться. Итак, о чем я говорю? Это Серж-Лютан Шерги. Только не бросайте меня тапками, хорошо? Но этот аромат, на этот аромат тошнотный рефлекс у меня был не какой-то там, это не гипербола, а он был самый настоящий. это безумно красивый флакон и цвет жидкости, конечно, это цвет, знаете, вишневого коньяка. Великолепно оформлен флакон, я уже признала своей любви и флаконом, и тому, как они выбирают оттенок красителя, чтобы он соответствовал духу парфюму. На мой взгляд, это просто великолепно, это эталон, эталон. Что касается самого аромата, прежде чем вы от меня отпишетесь, давайте я вам расскажу о хорошем, о том, что говорят другие люди. Он сладкий, бальзамический, табачный, медовый, пудровый, амбровый. На самом деле, то, что на более частые ноты, наблюдаемые людьми, а тут у нас, по-моему, больше 5000 людей отписались по этому поводу, первым в основном люди чувствуют табак, душистый табак, кому какой мерещится, дальше, ну, в смысле каких-то оттенков, кому черешневый, кому сливовый, кому еще какой-то, мед, амбра, ладан, сено, сандал, ирис, мускус и в самом конце роза. Знаете, началось все неплохо. Первый раз я его нанесла намазом, и такое незамысловатое первое, самое первое впечатление у меня от него было, о, это какой-то вот вишневый ликер, знаете, как вот бывают настойки бальзамовые, вот такие супералкогольные настойки и на ягодах, и на фруктах, и на травах, и вот у меня именно было ощущение какого-то вот такого типа какого-то бальзамной настойки, в которой либо есть вишня, может быть слива, вот такие плотные красные ягоды и фрукты, но без кислоты, никакой кислоты не присутствует, именно вот какой-то вот, когда вы вишневое варенье, или вы вишни в коньяке, что-то вот в этом роде, при том, что в нем безусловно присутствует сушь каких-то специй, да, он у вас нагревается и одновременно сушится как-то в носу, мне кто-то намекал, что им слышится корица, не знаю, не сказала бы, я явной ноты корицы здесь не слышу, но возможно это вот специевость с какими-то для меня вишни сливами, в коньяке может быть она может уходить в какой-то коричный эффект, корицу в какой-то эффект давать, к сожалению намазан очень-очень-очень точечно это вишни в коньяке может быть немножко с сахарной пудрой каких-то специй, это неплохо, да, то есть это казалось бы не такая плохая ассоциация, но он такой агрессивный, что когда я вставила в него распылитель и решила с ним походить денек думаю ну раз намазом ничего ну пора я по-моему сделала два пшика может быть согрешила сделала три меня начало физически тошнить буквально через минуту мне было так плохо что что мне я его сдирала с себя везде где мне пришлось переодеться мне пришлось помыть практически принять душ это было ужасно мне было дурно у меня реально подступало именно после этого когда у вас такая сильная карнальная реакция я не могла им пользоваться вообще сейчас я дала себе недельку вообще на него не смотреть его не вдыхать и к нему даже не прикасаться и теперь видите я осмелилась с намазом все-таки его на себя нанести вот серьезно если его наносить крошку вот самую-самую крошку и именно не знаю почему но именно намазом жить можно все-таки это интересный эффект для меня вот этой какой-то специевой может действительно в чем-то табачный для меня это какая-то вот какой-то ликер вишнево-сливовый тоже с какими-то специями и травами может быть бывают такие глинтвейны но все-таки у глинтвейны есть характерная кислинка здесь никакой кислинки я не чувствую тем не менее это не мое я вот с интересом к этому отношусь но после той реакции которая была я его запечатываю кладу обратно он там будет красивый умный и замечательный и культовый лежать пока я не найду ему вторую второй дом на этом тема Ширги для меня к сожалению на ближайшие месяцы закончена и его собрат который примерно тоже опять же что хотел сказать еще про Ширги про него очень противоречивые кстати бывают отзывы и в этом плане я для меня это вот честно было облегчением вот многие говорят зачем писать негативные отзывы на парфюмы если вам не подошло типа обсирать такое произведение искусства вы знаете я с одной стороны согласна я понимаю о чем идет речь а с другой стороны вот для меня негативные отзывы на Ширги были реально как терапии потому что я чувствовала какое-то непредаваемое чувство вины что я что-то не понимаю что со мной что-то не так что что-то у меня нос отвалился что-то с головой не так что-то у меня неправильное с моей химией кожи ну почему мне плохо до тошноты просто от него но когда я прочитала несколько подобных очень похожих именно с похожими ассоциациями отзывов я поняла что это действительно индивидуальность не только химии кожи не только даже насколько вам влажная погода там тепло холодно но еще обратите внимание у людей есть разно разной чувствительности и разный как разного калибра носовые рецепторы вообще рецепторы запаха и вкуса вы размещали что есть люди которые там красный от оранжевого не отличают то же самое с ощущением запаха и вкуса есть люди у которых очень слабо развиты эти рецепторы есть люди у которых они развиты очень сильно и для них любой сильный запах это практически потому что не гиперстимуляция происходит головного мозга, а от гиперчувствительных рецепторов. Более того, это не только много-мало, есть еще, это вы знаете, как колонии бактерий, рецепторы бывают разные, и у кого-то их больше разнообразных, у кого-то их меньше, и мне кажется, что все вот это, когда вы берете вместе, получается действительно магия парфюмов, как один парфюм может быть божественно роскошным для кого-то, все факторы учитывая, а для кого-то это как для меня, что если бы я не отмыла его себя, меня бы реально просто стошнило, я не шучу. И то же самое я слышала про этот парфюм, но этот, вот прям точный контраст, это люблю-не-могу, наслаждаюсь, раскрываюсь, и просто как-то видемически впадаю в транс, именно от этого парфюма, на которого точно такие же общие отзывы, сложный, тяжелый, такой рассекой, ужасный, прекрасный и так далее. Это у нас Noir Exquise от Artisan Parfumé. Вот он, красавочка. Noir Exquise, я купила в варианте, сколько у нас здесь, да, тоже 50 миллилитров. Честно говоря, это самое мое любимое оформление, так он у меня застрял, замечательно. Это самое мое любимое оформление артизанов, я не знаю, оно относительно новое или наоборот относительно старое, это где они идут с такой тяжелой, тяжелой золотой крышечкой. Вот это, наверное, самое шикарное оформление, которое когда-либо только было у артизанов. Мне кажется, им стоит вот на этом остановиться. Так вот, Noir Exquise, давайте я вам расскажу, что о нем говорят. Он у нас унисекс, сладкий, древесный, тёплый, пряный, ванильный, кофейный, бальзамический. Ноты описаны немножко другие, но я вам хочу сказать, что штрельги, что Noir Exquise, они разные по характеру, но они в общем семействе, да, они производят вот такой тяжелый, многогранный, какой-то вот очень поглощающий всё собой эффект. Мне кажется, есть люди, которым нравится такой эффект, и там мы можем тогда выбирать нюансы, чего именно вам бы хотелось, чтобы вас поглощало и пространство вокруг вас на 50 километров. А есть люди, которым это в принципе вот вообще никак и нигде, так что имейте в виду, это действительно, я согласна, оба аромата тяжелая артиллерия. Итак, Noir Exquise был выпущен в 2015 году, но, наверное, недавно. И то, что в нем чувствуют люди больше всего, это каштан. По-моему, Мария говорила, что она чувствует прям жареный каштан в нем. Клюновый сироп, ваниль, кофе, эбеновое дерево, бобы тонко, сандал, гелиотроп, немножко апельсин и немножко апельсиновый цвет. Ой, ну вот этим я как раз сейчас себя и порадую. Что ощутила в нем я? Я в нем ощутила действительно какую-то... Знаете, я не очень представляю, как пахнут жареные каштаны, но для меня это была такая смолистая, смолистая, амбровая, немножко кофейная, как будто какой-то вот десерт какой-то. Вы знаете, как соус, который иногда поливают в мороженое. Maple syrup. Ну, знаете, maple syrup, он не глубокий, он больше сладкий. А вот, наверное, да, если бы взяли за основу maple syrup, кленовый сироп, убрали излишнюю сладкость, усугубили ее какими-то смолоамбрами и начали туда докладывать чуть-чуть ванили, чуть-чуть кофе, вот как бы все вот это вот нашпиговывать, да, вот до плотного состояния такого вот карамельной пастилы, да, вот концентрировать, сконцентрировать, сконцентрировать, и вот получается у вас такая вот плотная, какая-то почти как нуга, в которой вот немножечко, вот с какой стороны вы к ней подойдете, из нее вылезает что-то новое, вот так чуть-чуть, слегка. Ничто не торчит, никакая нота, на мой взгляд, не солирует и не доминирует, а именно вот оно как вдыхаете, и оно начинает переливаться, тут немножко как-то, какая-то кофейная, что-то, ну нет, ванили, нет, подождите, или это кленовый сироп, или что это? Он постоянно как-то перекатывается немножко в носу, и вот это что-то божественное, я большой фанат, Нуар Экскис, это, у меня раньше была Амбра Экстрим, один из самых любимых, наверное, самый любимый, самый любимый, это был мой аромат от Л'Артезан Пафюмер, и вы знаете, Нуар Экскис, он, Амбру-то, может, еще и подвинет, да, не знаю, не знаю, Амбра мне теперь кажется уже больше классикой, она мне не кажется, ну, потому что там действительно, там солирующая, глубокая, круглая, но тяжелая Амбра, а здесь же, тут и то, и это, и оно так все так немножечко так переливается, так немножко крутится у вас в носу, при этом так крепко, беря вас за плечи, так придавливая к земле, мне кажется, это богатейший парфюм, я прям фанат, вот Нуар Экскис, кстати, S там произносится в конце или нет? Наверное, наверное нет, наверное, это Нуар Экски, боже мой, как это классно, вот по сравнению с ним, Ширги для меня какой-то навязчиво броский, и вот Ширги на мне не переливается, он не раскрывается, он просто в нос вам бьет, вот так прям вот, бьет и бьет, не останавливаясь, как ты не проси пощаду, ничего не меняется, а здесь прям начинается какие-то, вот понимаете, какое-то движение, какие-то кульбиты, какое-то вот вращение всего с какими-то вот странными заходами и отутвлениями, которые обратно же сразу возвращаются в этот клубок, безумно, безумно классная вещь, обожаю Нуар Экски, и теперь вопрос зрителям, как вы думаете, от чего вот это дело зависит? Как может быть так, что один тяжеляк, всеобщепризнанный и культовый, у меня вызвал тошнотворный рефлекс? Хотя они не нас, как бы вот они действительно из похожих семейств, вот таких вот термоядерных, сладко-сложно-тяжелых ароматов, но как так может быть, что на один у меня вообще никак, а на Нуар Экски какая-то вечная любовь, прям чулия, они готовы там как вассал, вот знаете вот, убогие, убогие, жертвоприношения готовы ему, можно сказать, приносить. Как это возможно? Если у вас есть оба аромата, что вы про них думаете? Каждая перфюмерная марка, понятное дело, стремится иметь какое-то свое ДНК, какой-то характерный костяк своих ароматов, которые узнаваем вне зависимости от того, насколько они меняют от аромата к аромату какую-то идею. Считается, что, например, для меня первая ДНК очень узнаваемая, это было мое знакомство с ароматами от Estee Lauder. Почти все ароматы от Estee Lauder имеют какую-то очень свою характерную ноту, которая весьма узнаваема, вот почти, ну у них, конечно, сейчас уже много ароматов, много ответвлений, но почти во всех их ранних ароматах это чувствовалось. То же самое происходило, то же самое было с Альбадором Дали, то же самое с Шанелями, то же самое со многими другими. И я вот думаю, моя страсть и приятие, и как переливаются и играют на мне ароматы артизан-парфюмер, против того, как пока что просто невыносимо мне даже пробовать что-то делать парфюмами Сержа Лютана, мне очень страшно, но вдруг, как вы думаете, может такое быть, что это именно ДНК, это какая-то базовая составление, то, что составляет характер дома и парфюмов Сержа Лютана, это то, что может быть несовместимо с чьей-то кожей. Очень хочется надеяться, что не так, потому что если так, то получается нет смысла даже что-то еще пробовать. Я очень этого боюсь, но мне хочется надеяться, что может быть это все-таки конкретные два парфюма. Ну и опять же, ниша такое дело, я уже начинаю понимать, что мои опасения насчет погружения в нишевые ароматы были оправданы. Я, зная себя, в общем-то уже не первый год, начинаю понимать, что не все эксперименты я готова наносить на себя. Я могу оценить запах, не знаю, металлического ножа, на котором растеклась кровь, но это не значит, что я просто потому, что это гениально передано химиками, буду хотеть это вообще вдыхать. Не то, что там на себе носить, а вообще выдыхать. Такие вещи. Я верю. Казать по-станиславскую. Я верю. Я верю, что можно создать запах на... А я верю, что можно создать запах грязи, в которой лежит запекшаяся кровь. Я верю, что можно создать запах бензина, в котором случайно упал букет роз. Все можно. Просто я все больше думаю, мне это зачем? Я надеюсь, это не очень депрессивная линия мысли. Мне бы очень хотелось ваше мнение. Потому что, я думаю, многие из вас, кто хотя бы расталкивался с нишей, у вас тоже было какое-то свое путешествие от сомнений, от люблю к ненавижу. Может быть, менялись ли у вас от ненавижу к люблю? Есть ли возможность? Есть ли вариант, что, например, Жо Де Пау в какой-то момент станет на мне звучать вместо жженных каких-то костей с карамелью посыпанный попалитый поверх? Вдруг начнет мне звучать свежими булочками с молоком? Или вдруг я влюблюсь в этот запах жженой кости с карамелью? Скажу, вот это то, что надо. Прекрасный каннибалистический десерт. Люблю, обожаю. Может такое быть? Бывало ли у вас такое? Чего мне ждать от этого путешествия? Не скрою, ко мне едут еще несколько парфюмов и от Сеже Лютена и от Артизан Парфюмер. Поэтому я буду ждать ваших историй и ваших соображений на эту тему. Давайте пообщаемся, давайте обсудим поподробнее. Опять же, если у кого-то из вас есть оба парфюма и Ширги и Нуарекс Ки, в чем видите между ними плюсы и минусы? И то же самое, что касается Буа Фарин от Артизан Парфюмер и Же Депо от Серж Лютан. Буду ждать ваших комментариев, вопросов, историй и вообще фидбэка. А за всем прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на следующие видео. Будет много интересного, будет разбрахление и будут лаки, и будут много парфюмов, будут покупки, будут тематические обзоры. Я даже думаю на некоторые особенно выделившиеся я буду делать мини-мини такие атмосферные видео, посвященные одному парфюму, чтобы, ну, как бы, знаете, вот запечатлеть их в истории и обратить на них ваше внимание. Так что да, если вам все это интересно, то обязательно подписывайтесь. Спасибо вам еще раз за внимание, за комментарии, за лайки. Целую и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok